Не хотят ни с жильцами разговаривать, ни с телевидением, ни с телевидением, сразу убегаем. Вот такой разговор с руководством. Точнее сказать, разговора-то и не было. Сотрудников почтового отделения номер 3 просто поставили перед фактом. Вы покидаете рабочее место. Причина – внезапный ремонт здания. Да, оно старое, но капремонт в нем не требуется, уверены сотрудники. Они работают здесь 20 лет, обслуживают больше двух тысяч пенсионеров, многие из которых не могут передвигаться самостоятельно. Многие не ходят. Если мне вот эту почту куда-нибудь уберут в другое место, как я буду ходить туда? Тут до поликлиники еле-еле доходишь, а тут еще почта уберется. Все уже убрали, банк убрали, банкоматов нет. И те старики, которые еще могут чуть-чуть ползать через дорогу, сейчас остаются без правильного обслуживания, получения пенсии и оплаты коммунальных услуг. По предварительной информации, сотрудников переселят за 3 километра в отделение на Зминогорском тракте. Здание ничем не отличается от первого, лишь пара исключений. Водоснабжения нет, крыша течет, проезд к почте неудобен, слишком узкий для машин с посылками. Сейчас жители вместе с сотрудниками почты пишут жалобу на имя главы города и планируют обратиться в прокуратуру. В региональном филиале Почты России нам сказали, что не могут разглашать информацию о причинах закрытия. Уже сегодня отделение номер 3 закрыли. Что будет со зданием, сотрудниками так и не сообщили. Но догадки есть у них. Например, кому-то понадобилась земля под парковку для высотки, которая строится рядом. Мы будем следить за этой ситуацией. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризен. День с толком.